Глава муниципальных образований региона представили новую модель государственного управления в сфере строительства. Это произошло на заседании Высшего совета при губернаторе. Совещание состоялось в рамках семинара руководителей поселений. Подробности в следующем материале. На Высшем совете обсуждали пять важных вопросов. Один из них об исполнении государственных полномочий в строительной сфере в рамках 95-го окружного закона. С докладом выступил начальник регионального департамента строительства жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Алексей Кайдалов. Органами власти региона с начала текущего года принято решение принципиально изменить подход к реализации государственных полномочий в этой сфере. Теперь жилые объекты в основном будут приобретать в готовом виде, а не строить самостоятельно. Говорили также и о грантовой поддержке и средств окружного бюджета сельских поселений. Муниципалы сейчас могут улучшить благоустройство своих территорий, участвуя в конкурсе. О взаимодействии органов государственной власти и органов самоуправления муниципальных образований в новых экономических условиях рассказал Владимир Бланк. Он призвал руководителей муниципальных образований к эффективному расходованию бюджетных средств. Вот, пожалуйста, без услуг образования, без соцзащиты, только по линии содержания коммуналки и системы здравоохранения, транспорта и жизнеобеспечения, каждый сельский житель де-факто датируется из окружного бюджета на 150 тысяч рублей в год. Горожанин на 27 тысяч рублей, жители-искатели на 32. По сельским поселениям средняя стоимость содержания ребенка в детском саду 545 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, вместо того, чтобы строить дорогостоящие дворцы, может быть мы, я извиняюсь, маме будем платить или муниципалитет вместе с нашим уважаемым департаментом образования? Управляющая Ненецким отделением Сбербанка России Татьяна Лагвиненко презентовала проект «Безналичный округ», который позволяет с применением электронных карт и онлайн-сервиса решить проблему доставки денежных средств. У нас по ряду учреждений регулярные задержки заработной оплаты, только потому, что то вертолет не улетел, то погоды нет, то еще что-то. После подвели итоги работы высшего совета. Мы понимаем, что экономическая ситуация сегодня иная, нежели она была даже год назад, но были предпосылки и мы перегруппировались, вот это важно. Мы живем в условиях, когда все полномочия мы исполняем самостоятельно и у нас есть движение, ну вот хотя бы по ведомству Сергея Ефимовича. Да, у нас же в трех поселениях у нас не было пожарных постов. Сегодня проучили, организовали, процесс пошел. 92% наших автомобильных дорог не соответствуют вообще ни одному нормативу. Это практически все. Ни в городе, ни в искателях, ни в поселениях, ни в паспортов нет. Слушайте, ладно, в поселениях нет, в городе нет паспортов. Почему? Потому что полномочия тут там, то сям, то этот, то тот. Но, тем не менее, есть положительные моменты наше совместное работа. Высший совет в рамках семинара глав муниципальных образований Неницкого автономного округа станет традиционным. Органы власти и муниципалитеты будут собираться два раза в год, чтобы решать самые важные вопросы для той и другой стороны.